Всё-таки вот позиции растительного или клеточного мяса. Да, это очень интересная тема. Ну, представьте, что вы пришли на слепую дегустацию, и вы пробуете какую-нибудь котлету. Вы не знаете, где настоящая котлета, а где она на растительной основе. Выясняется, что 8 из 10 ваших слепых дегустаций ваш выбор упал на котлету из растительного сырья. Конечно, конечно. А теперь представьте, что это растительное сырьё полностью соответствует вашим представлениям о запахе, вкусе и так далее. О плотности даже, да? Я могу хорошо представить. Эта котлета, например, в 5 раз дешевле. Ну, мало того, там есть ещё минеральные вещества и витамины, которые вам лично нужны, никому другому. Обоградённые, правильно. Наверное, вы будете принимать решения, исходя из всех этих факторов. Более того, я хочу вам секрет открыть, что практически это тема моей диссертационной работы 1981 года. Вот, видите как. Которая доведена до промышленного производства восьми линий. То есть этими вопросами были заинтересованы и учёные в Советском Союзе, и учёные в Америке, в Америке Бойер, здесь я сказал Вавилово и так далее. И на самом деле гениальная целевая идея – сделать растительность или селекцию растений таким образом, чтобы аминокислотный состав приближался к мясу или взять из растений такие виды, как соя, как горох и так далее, которые максимально близко для того, чтобы аминокислотными дополнительными сделать полноценным мясо. – Но есть ещё история, связанная с клеточным мясом. – Это отдельное. – Из клетки выращивается целая котлета. – Но я могу назвать не только эти два направления, а около 18 направлений. Клеточное одно из них. – Пока мы с вами про 18 направлений говорим, возникло 19, 20 и 21. – Вот именно. Мы можем систематизировать для понимания. Есть полностью… – А вот к тем вопросам, которые мы с вами ещё начали обсуждать, может быть, мы про государство поговорим немножко? – Вот как раз у нас… – Нет, нет, нет. – А может, я просто для понимания тоже задам нашему гостю вопрос. А вот то, что мы сейчас… Вы уже упомянули о том, что у нас южнокорейская компания уже большие исследования сделала. Упомянули американские производители сладких напитков. Видимо, они тоже надеются на своих производителей. Вот наше место где сейчас, например, вот то, что касается… – В целом или в конкретном продукте что-нибудь? – Ну, коли мы говорили про сахар, приходя на место. – Нет, давайте в целом. – В целом, да. Как законодатель сопровождает инновационное развитие. – Никак. Текущей модели, которая есть между государством и обществом, этого всего просто нет. Это раз, второго, никакого заказчика тоже нет. И, в общем, и не обсуждается даже. Это два, третия. В основном технологии, конечно, возникают не в Российской Федерации. До нас они доходят уже в виде продуктов. Вот те самые мясо на растительной основе или не молоко. Сладкие белки и прочее. – Это консерватизм общества или регуляторов? Вот как вы объясняете, почему это происходит? – Ну, и то, и другое. Ещё и третье, и десятое, и пятидесятые. Ну, здесь можно много искать причин, но факт стоит в том, что пока мы говорим о климате, но упускаем много вещей, в том числе связанных с новыми технологиями производства продуктов и еды будущей. – Которые решают эту задачу параллельно. – Не частично, но целиком могут решить вопрос не только климатическая безопасность, но и здоровье. Это то, что мы просто упускаем с точки зрения государственной политики. Есть робкие попытки, в частности, Министерство промышленности, агентство стратегических инициатив, в рамках так называемого «фуднета» дорожные карты предусмотреть новые технологии, но они довольно робкие и сказать, что у нас какие-то мощные прорывы трудно. Хотя русскоязычных стартапов в мире много. – Ну, например, есть и глобальная, сильная компания «Эвка», которая, с моей точки зрения, является в авангарде одних направлений. – Для российского, опять же, размера бизнеса. Когда мы смотрим на международные бизнесы и говорим про стартапы там, то, например, какой-нибудь инвестиционный раунд и привлечение в одном раунде 600 миллионов долларов, как с луческим «Биондом», в частности, это компания, производящая мясо на растительной основе, или «Импоссабл фуд» 500 миллионов долларов в одном раунде, это совсем не редкость. Поэтому размер здесь имеет значение тоже. – Имеет, и более того, я неоднократно говорю, что… – У нас есть компании, которые производят продукты, какие-то «Немолоко» или «Биофудлаб», вот эти батончики «Байт», они делают также мясо на растительной основе, «Эвка», которую вы упомянули, но это тоже продукты, ведь мясо на растительной основе – это невысокотехнологичный продукт. – Невысокое, да. – Это не результат каких-то высочайших технологий. – Да. – Поэтому тут трудно, наверное, это приводить в качестве примера. – Нет, мы не мясо приводим пример, мы… – Давайте другой пример возьмём. Вот недавно компания «Пайвет Био» калифорнийская разместилась в оценке 1,7 миллиарда долларов. Они производят удобрения на растительной основе жидовой бактерии. – Да, это очень интересно. Мы про микромир в наших передачах говорим очень часто. Бактерии, вирусы, грибки и так далее. Как их поставить на службу развития? – Нет, немножко с другой стороны подойдём. – Да, давайте с другой. – У нас сейчас на гектар носится примерно 200 килограмм селитра. Ну, по стандартным источникам примерно 25-30% попадает на корни растений, и все остальные 70% попадают куда? – В воду. – Да, в воду. То есть во все водные бассейны. Понятно, что такими темпами увидеть рыбу с двумя головами – это совершенно недальняя перспектива. И когда… – И это противоречит устойчивому развитию, и СД-концепция – это всему противоречит. – Минеральных удобрений выходит далеко за 200 миллиардов долларов в мире. Поэтому если вы скажете, ребят, давайте завтра прекратим это всё делать, это сложновато. Я считаю, что не надо такую агрессивную позицию занимать. Вот есть компании в России, которые производят удобрения на живой бактерии. Но здесь немножко такая более, на мой взгляд, взвешенная позиция. Мы говорим, давайте в два раза меньше использовать, с учётом того, что это в восемь раз дешевле. – Так, традиционная и современная. – Но Билл Гейтс занимает другую позицию. Видать, полностью откажемся от минеральных удобрений. И для своих инвесторов они утверждают, что они займут процентов 30 от рынка минеральных удобрений. Это большая битва. Это битва во всех направлениях, на самом деле, и в мясе, и в молоке, и в сахаре, и в удобрениях. Ну, собственно, везде. Но представляете, какие ресурсы были в последнее время вложены, в том числе с учётом государственной поддержки в традиционный агросектор. – Ну, давайте мы здесь на секунду сделаем маленькую паузу. То, что мы обсуждаем, это не исключает традиционный агросектор. – Не исключает. – Не исключает. Мы на первом этапе. – Я специально подчёркиваю, что в России, если мы говорим об этом, надо всё-таки занимать умеренную, а не агрессивную позицию. – Ну, не только в России. Я могу сказать, что прирост 60% продовольствия, которое потребуется миру в ближайшие 20 лет, он будет обеспечиваться и современными, и суперсовременными, которые нам сегодня неизвестны. – Оценка говорит о том, что до 30% займут новая еда. – Мой вопрос такой. РСПП занимает ключевое место в формировании дискуссии относительно пути развития, с моей точки зрения, промышленности России. Вот вы в РСПП имеете возможности общаться и с регуляторами, и с инвесторами, и с традиционными, и с стартаперами, и так далее. Ваш опыт подсказывает, какие законодательные акты, хотя бы принципиальные, нужно принимать для того, чтобы… – Ну, принципиально всё очень просто. Если мы принимаем за основу, что новая еда, еда уже настоящего, не будущего, безопасна и сертифицирована, то производство этой еды должно иметь, как минимум, те же формы господдержки, которые у традиционного ПК. Это раз. Второе. Те зоны, которые наиболее, что ли, уязвимы, например, всё, что связано с диабетом, не только медикаментозная должна быть часть, не только профилактика, скажем так, но и новые исследования, и, на мой взгляд, государственные инвестиции в эти новые исследования. Потому что это вопрос выживания, это вопрос, собственно, здоровья и жизни населения. Ну, а если мы пойдём дальше немножечко, то мы увидим, что одни из самых успешных сегодня, скажем так, стартапов в области новых технологий в еде – это Израиль, как ни странно, Южная Корея. – Почему странно? – Ну, и традиционная Америка. – Почему странно? – Потому что поддержка венчурной деятельности в Израиле и тех стартапов, которые сегодня там развиваются, она беспрецедентна. И вот это внимание государства в хорошем смысле, потому что ведь можно такое внимание оказать, что умрут они, все эти стартапы, ну или там где-нибудь будут отбывать наказание. Часть не умрёт, может быть, как раз отсутствие у Израиля глобальных ресурсов вынуждает их действовать более умно и опираться на высокие достижения. – Да, они уже давно перешли за пределы того, что необходимо лично им. Та поддержка венчурной индустрии, которая там есть, она, конечно, достойна всяческого внимания, и, может быть, даже много этого можно взять для себя. Здесь ещё вопрос вообще поддержки венчурной индустрии. Ведь это право на ошибку. Если мы в эту сторону немножко уйдём, то мы увидим, что у нас сложновато с этим. – А вот то, что актуально сейчас, переоценка Роснано и так далее, это как-то связано, это не даст, наоборот, отход от того, что нужно поддерживать, потому что право на ошибку всё-таки должно быть. Я с вами согласен, потому что это дело достаточно сложное, угадать именно то направление, потому что вы должны действовать в 10 направлениях. В своё время, когда я первый раз был в Японии, я думал сначала, что они сто раз думают, а потом удачно действуют. Но на самом деле, пока вы не действуете в этих направлениях, вы не найдёте один-два направления. – Пример сингапурского фонда, который сдал 2 миллиарда долларов венчурных инвестиций, говорит о очень многом. Ни доллара не вернулось. Ну и у них обычно наши ребята спрашивают, а как вы с этим могли смириться? Вам же ни доллара не вернулось. Вы не возбудили уголовные дела, посадки и всё такое. На что был ответ, что то количество новых идей и бизнесов, которые родились, оно настолько велико, что положительный эффект существенно многократно превышает то, что эти компании не вернули денежные средства в бюджет. – Понятно. Хорошо, давайте вопрос повернём с другой стороны. Есть ли доступ у российских инвесторов применять те достижения, которые получаются за счёт венчурных фондов, идей, которые достигаются за рубежом? – Продукты вы имеете? – Ну, взять технологии, использовать, например. – Ну, использовать технологии, все будут только рады. Естественно, вы можете прийти в любой стартап, который так или иначе уже перешёл к выручке, производить продукты, получить лицензию на Россию. Но это же не развить технологии в России. – Да-да, это действительно важно, потому что мы в этой же студии многократно говорим, что у нас птицеводство, но яйцо у нас генетика не наша. У нас свиноводство, но генетика у нас не наша. – Нет, с точки зрения дистрибьюции, я считаю, что мы хорошо очень выглядим. Яндекс, Еда и Деливери, Клапы и многие другие. То есть, ну, не думаю, что хуже, просто масштабы другие. А вот с точки зрения производства и с точки зрения новых технологий, конечно, очень скромные успехи. И пока нет никаких оснований рассчитывать на какие-то большие, к сожалению. – А это касается… потому что видно, что, как сейчас развивается, например, по генетическим исследованиям, что одно совещание идёт за другим, кто именно стоит за этими исследованиями, какие структуры, что, наоборот, государство вроде бы казалось, что достаточно большое внимание этому оказывает, точки зрения. И понятно, что есть определённые проблемы. – Ну, последние годы, потому что, можно сказать, что до этого… – Да, вообще всё изменилось, по Шекловичу, после времени пандемии-то. – Да, да, поэтому с опознанием… – Не было бы доставки такого развития, если бы не были люди изолированы на какое-то время. Поэтому тоже это один из поводов был. То есть, казалось бы, что государство достаточно помогает. То есть, видно, что такие толчки какие-то есть. Это всё же, я продолжаю тему, Шекловичу, что это касается того, что у нас консервативное достаточно общество, и вот оно не готово принимать. Или с чём? – Мы сделали ставку на развитие АПК. АПК за последние несколько лет действительно развивается какими-то совершенно невероятными темпами. Смотрите, производство свинины существенно превышает потребности России. И мы с очень большим трудом пробиваемся на экспорт. Так, кстати, отдельная большая беда и проблема – доступ к экспорту и продвижению российской продукции. Ну, по всем направлениям мы достигли некой своей точки бифуркации, за которой нет сомнения в безопасности продовольственной, в том, что мы сможем сами себя обеспечить продуктами питания. Поэтому основные усилия были направлены на это. Да, проблема решена. Но мир-то движется дальше, и мы видим, насколько быстро он движется. И вот теперь вопрос, насколько быстро люди, которые принимают решения сегодня, а у нас в основном это всё-таки провластные decision-maker, так называемые, смогут отреагировать на эти вызовы. Мне кажется, пока регуляторы наши не видят, что это вызовы. – Давайте поговорим об имя. – Вы видите в законодательной базе, что нет инициатив? – Сначала должна настигнуть ясность и понимание, то есть ясность и понимание. – Как путь развития, да. – А следом за этим уже меры то или иное правового регулирования и государственной поддержки. Пока ясности и понимания такого достаточно, на мой взгляд, нет. – Ясно. Но всё-таки есть, например, инициативные люди, инвесторы, романтики, например, я себя к таким отношу, которые всё-таки без даже поддержки какие-то РНД направления в своих компаниях или там отдельно поддерживают. Очень часто этот пример здесь звучит. У меня есть тысячи долларов, я бы столько-то положил сюда, столько-то туда, столько-то туда. Вы, вот как человек опытный в бизнесе, положили бы ваши деньги и в какие направления? Вот в новый сахар на белке, в новый продукт, имитирующий мясо? – Да, мы инвестируем, конечно, в эти новые технологии. В частности, есть очень хорошая компания российская, которая производит удобрения на живые бактерии. Да, есть такие, есть другие интересные. Но если мы говорим в мире, то игроков, стратегов, скажем так, не очень приветствуют в продвинутых классных стартапах. В основном это институциональные игроки, то есть фонды. Поэтому необходимость создавать фонды, она существует. И в мире сотни, тысячи фондов, которые успешно действуют. В России пока мы не видим такого количества. Да, у нас неплохой, на мой взгляд, результат с российской венчурной компанией. В конце концов, разобрались с этим всем хозяйством, и они все доходные, прибыльные. Но доля в них высокотехнологичных инвестиций в еду будущего, так назовём, она ничтожно мала. Это связано с базовым университетским образованием. Может быть, нужно там менять, потому что наши передачи сотрудничают с университетами, которые занимаются производством и переработкой пищи, животноводческой отдельной, растеневодческой отдельной. Да, мы смотрим в основном в агротех, ну, то есть роботизированные комплексы, применение цифры в сельском хозяйстве. Совершенствование традиционных способов. Ну, именно об этом речь, то есть быстрее, выше, сильнее, но в традиционном ПК. Думаю, что демонизация тех или иных направлений новых в новых технологиях будет продолжаться. Например, можно вызвать дружный смех нашей с вами аудитории, если мы предложим в пищу насекомых. Я думаю, большинство нашей с вами аудитории здесь будет над нами дружно смеяться. Мы делали это, но остановимся на опыте Финляндии. Ну, дружно смеяться так, причем в голос, да, и мало того. Но вы правы абсолютно, люди... Я понимаю прекрасную эту реакцию. Нет, давайте я вас примерю. Но с другой стороны, если мы с вами примем внимание, что 2 миллиарда людей в мире употребляют регулярно насекомых в пищу, если мы поймем, что производство... Они еще не ушли из потребления насекомых за эволюционный период. Не совсем так. Нет, ну Азия вообще, она всегда употребляла и тысячи лет тому назад, и миллион лет тому назад. Поэтому они еще не ушли. Я просто сейчас могу назвать минимум 10 стартапов, каждый из которых развивается сумасшедшими темпами и специализируется на производстве белка из насекомых. Я знаю, примеряющими данной позиции возникает следующий вывод, это мой вывод, что насекомых неизбежно нужно производить на основе биомусора, который производит человек все больше и больше, но в первую очередь, первый этап, эти насекомые идут на корм тем видом рыбы и птицы, которые являются биологически... Это уже давно происходит, поэтому это уже изданность, это не то, что в будущем. Да, ну поэтому я в эфир не могу сказать, что мы будем производить насекомых для массового потребления. Поэтому Россия пойдет этапами... Так, сначала для насекомых то, что, естественно, сидят, это рыбы и это птица, а, естественно, нужно производить насекомых для тех людей, которые имеют представление о том, что таким образом они защищают свое здоровье или спасают планету. Поэтому это не масло. Я в последнее время могу в базовом варианте не согласиться с вами, но не буду спорить. Хорошо.